Пациентки на тебя смотрят как на дуру, потому что 6 месяцев, вы серьезно? Какие-то свечки в себя вставлять 6 месяцев? Ну, как бы я лучше потерплю. То есть молочница у тебя, а лечим мы ее у партнера. Это странно. Ну, логично, наверное, кого-то найти виноватым и кого-то тоже заставить страдать так же, как страдаешь ты. Какой все-таки анализ ведет нас не по тому пути лечения и который является абсолютно бесполезным, но каждая из вас, каждая из вас его рано или поздно сдавала. Если вы пришли к гинекологу, его обязательно у вас взбрали. И что это? Это, конечно же, мазочек на флору. Мазочек на флору, нами любимый, который не говорит ни о чем, который может ввести в вас заблуждение, который, к сожалению, мы начинаем лечить. И, к счастью, мы, наверное, ничего от этого не получаем, потому что его лечить было и не нужно. Итак, когда же мы все-таки можем основываться на этот мазок и пресловутый мазок, который берут всем? Ответ – никогда. Но, к сожалению, у нас есть регламентирующие документы, которые обязывают нас все-таки периодически его брать. Это в тот период, когда вы беременны, мы должны два раза за беременность его взять. И в той ситуации, когда вас ждет оперативное лечение по гинекологии, мы обязаны его взять. Но, к сожалению или к счастью, мы не можем основываться на информации, которую он нам дает. Почему? Потому что он малоинформативен. Мы просто смотрим состав, то есть какая-то флора палочковая, коковая, и мы смотрим количество лейкоцитов. Лейкоциты – это не всегда маркер воспаления. Также и в беременности лейкоциты могут быть в норме повышены, могут быть понижены, можем мы их не получить совсем. Все зависит от того, каким образом нанесли этот мазок на стекло и откуда его взяли. С какой стенки, где там было больше выделений, меньше выделений. В общем-то, то, что там мы смотрим трихомонады и гонококи, золотым стандартом исследования инфекции, передаваемых половым путем, это все-таки ПЦР-диагностика. Не мазок, не вагинальный мазок. Этим я могу оправдать только врачи, которые не могут провести ПЦР-диагностику. И то хороший доктор должен вам порекомендовать сдать инфекции, передаваемые половым путем, методом ПЦР. Давайте немножко затронем тему, что же все-таки такое инфекции, передаваемые половым путем. Когда мы начинаем бить в бубен, в колокол, винить нашего супруга, партнера, бежать по всем инстанциям, говорить о том, что кто-то кому-то изменил и где-то кто-то нагулял. И всего таких инфекций, которые мы смотрим методом ПЦР основных, ну, четыре те, которые мы можем что-то с этим сделать. Ну, и также еще герпетическая инфекция, я думаю, вы знаете. ВПЧ-инфекция, кстати, спойлер, она не лечится, но об этом есть и другие видео на этом канале. Поэтому, в принципе, вы можете ее посмотреть, но сделать вы с ней ничего не можете. А те, с которыми мы можем что-то сделать, и мы можем их как-то пролечить, это основные четыре инфекции, это хламидия, трихомонада, микоплазма, гениталиум, никакая другая микоплазма, только одна микоплазма, которую мы лечим, и гонорея. Также к плавым инфекциям относятся ВИЧ, сифилис и гепатиты. Но, соответственно, это уже лечит не акушер-гинеколог, и это уже совсем другая диагностика, это мы сдаем кровь. А то, что мы берем с помощью мазка того самого, отправляем просто не как в вагинальный мазок, а на ПЦР-диагностику, это те четыре инфекции, которые я перечислила. Микоплазма, гениталиум, хламидия, трихомонада и гонорея. Все. В случае, если они не обнаружены, то мы не лечим партнера, мы не отправляем его в кожевен-диспансер, мы отстаем от него на всю оставшуюся жизнь, если его ничего не беспокоит. Все остальные вагиниты и вагинозы, которые у нас вызываются, либо грамм положительной флорой, либо грамм отрицательной, либо кандидой и грибковой флорой, это сугубо лично наша флора, и половой партнер к этому не имеет никакого отношения. Мы не лечим молочницу у партнера, мы лечим молочницу, так называемую, только у нашей пациентки. Поэтому нет смысла ему давать по три антибиотика, нет смысла его пытать в кожевен-диспансере, нет смысла его куда-либо отправлять. Это может казаться каким-то... Вообще, на самом деле, когда ты об этом говоришь, пациенты понимают, что это абсурд. То есть молочница у тебя, а лечим мы ее у партнера. Это странно. Но когда ты сама в этой ситуации, у тебя там что-то чешется, или тебя что-то беспокоит, и ты пытаешься найти причину, конечно же, ты ищешь ее во всем, в чем только можно и нельзя. И понятное дело, что когда ты сама в ситуации страдания, боли какой-то, и когда ты ходишь по этому кругу уже несколько лет, то логично, наверное, кого-то найти виноватым и кого-то тоже заставить страдать так же, как страдаешь ты. Но это, конечно, неправильно. Неправильно. И о том, как правильно и что делать, мы будем обсуждать уже на нашем вебинаре 12 августа. Зачастую мне присылают вопрос, ну, у меня начался зуд, что мне делать. Оптимальных схем лечения конкретно общих их не существует. И казалось бы, да, у нас есть свечи многокомпонентные, которые и против грибков, и против бактерий, а еще и с глюкокортикостероидом в составе. Названия я их называть не буду, но я думаю, вы все понимаете, что обычно рекомендуют и в аптеке, и подружке для того, чтобы это прошло. И вообще, на самом-то деле, учитывая, что эта свечка вообще от всего, она помогает. Вы курс проделаете сильнее, и все, и как бы вроде ничего больше не болит. Но это прекрасно, если вам повезло, и вы попали в ту группу женщин, группу девушек, которая пролечилась, и все, и на всю жизнь вы об этом забыли. Но зачастую многокомпонентная терапия убивает все, что там есть, и в том числе и лактофлору, которая вас должна спасать от этих ситуаций. И вы начинаете переходить в рецидивирующее течение своего заболевания. Через месяц это повторяется снова. Вы снова покупаете ту же свечку, проставляете, все вроде прошло, прошло три недели, и это начинается снова. И тут вы начинаете уже думать, ага, что-то, видимо, не так. Наверное, на этом этапе я пойду к гинекологу. А гинеколог начинает сталкиваться с тем, что у вас уже есть определенная резистентность и определенные сложности лечения вашего заболевания. И опять же спойлером я скажу, что противорецидивирующая терапия занимает до шести месяцев, а иногда даже и больше. Там не так все сложно, но просто это продолжительно. И хорошо идут пациентки те, которые уже замучились, которые уже несколько лет страдают, они на противорецидивирующую терапию соглашаются быстро. А когда это какая-то смешанная история, когда это не прям явный зуд, и ты страдаешь, болеешь, тебе плохо, а просто какие-то непонятные выделения, которые, ну, там, пошел, подмылся, там, как-то ты с этим научился жить, бороться, менять белье чаще, то пациентки на тебя смотрят как на дуру. Типа, потому что шесть месяцев, вы серьезно? Какие-то свечки в себя вставлять шесть месяцев? Ну, как бы я лучше потерплю. Ну, тут уже спорный вопрос, потому что тот же самый бактериальный вегеноз, который вызывает, не явных жалоб не вызывает, но вызывает вот эти выделения, вот эти вот запах какой-то где-то не очень приятный, он имеет свои тоже последствия, в том числе и в беременности. Поэтому, конечно же, мы гинекологи за то, чтобы все-таки у нас была нормальная флоровлагалища, и бактериальный вегеноз – это та ситуация, которую все-таки тоже нужно лечить. И вам будет комфортнее, и нам спокойнее в тот период, когда вы станете беременными. Субтитры сделал DimaTorzok